переходим к настройкам робота друзья каждый из вас будет использовать его в своих целях кто-то будет трафик извлекать и зарабатывать кто-то будет просто спамить у каждого свои задачи в социальных сетях я буду исходить из того из тех вопросов которые обычно задают пользователи которые добавляются skype просят помочь настроить вот на данном ноутбуке у меня стоит бесплатная версия sobota и в ней стоит более-менее прокачанный аккаунт вконтакте а на втором ноутбуке то же самое работают они круглосуточно стоят и на компьютере стоит версия на 10 аккаунтов там уже совсем такие мелкие аккаунты по 1000 друзей вот они тоже работают круглосуточно и так в настройках нам нужно в верхнем правом углу нажать настройки значит выпадет менюшка нам нужно выбрать тайминги тайминги нужны для того чтобы создать имитацию того что этот человек то есть паузу после выполнения задания в каком-то определенном коридоре которые вы зададите он будет сам решать когда ему остановится насколько ему остановиться сделает паузу потом если вы включите перерыв он будет устраивать тоже в заданном коридоре он сам решит когда же ему остановиться и сколько отдохнуть тоже из заданного промежутка очень интересная штука, она как бы на самом деле имитирует, что работает человек. Отошел к чаю попить, потом опять вернулся, опять работает час и так далее. Если у вас просто задача стоит проспамить дешевый аккаунт, купили за 4 рубля в магазине, вставили его в этого бота, проспамили нужной ссылкой и он ушел в бан. Вы можете все эти паузы убрать до нуля. Пускай работает, отработает свои 4 рубля, вы купите новый. Если вы намерены развивать свои аккаунты, раскручивать их и долго-долго работать, то просто соблюдайте вот эти все технические моменты и ваши аккаунты будут жить долго и счастливо. Я работаю примерно с декабря месяца, то есть уже месяца 4 получается. Вот и с основного, и со второго основного, и еще с кучей второстепенных аккаунтов. За все это время у меня в заморозку уходило 2 аккаунта, которые я тут же разморозил, потому что все аккаунты свои я регистрирую на своей симке. Просто пошел под акцию и купил за 20 рублей симку, которая не требует абонентской платы и положил скатулочку. Если что, она у меня всегда под рукой. Далее. Все, тайминги выставили. Опять идем в настройки. В настройках мы выставляем лимиты. Лимиты это сколько вы ему позволяете действий выполнить за конкретный промежуток. То есть у меня за текущую сессию от включения до включения вы можете выставить за календарный день, если вы выключаете по вечерам и включаете утром. Я вот допустим поставил ему столько лайков, чтобы он смог выставить. Хотя я это сильно не контролировал. Может он меньше ставит, может быть больше. Я особо внимания не обращаю. Приглашение в друзья поставил единичку, потому что ноль поставить здесь нельзя просто. А с помощью этой программы я не приглашаю в друзья. Вы можете это делать, но судя по информации из форума, лучше не доходить до лимита ВКонтакте наполовину. То есть 20 поставить сюда и включать в задание, чтобы он выполнял. Он пригласит 20 человек и остановится. Но я использую другие каналы для привлечения друзей. Далее. Что нам еще тут интересно? В настройках мы можем настроить посты. Сейчас мы их настраивать с вами будем. Можем настроить оповещение. У вас внизу будет вылазить такое всплывающее окно, что допустим вам ответил кто-то там вашему, одному из ваших аккаунтов, еще что-то. Автоответчик можете настроить. Если с умом настроить этот ответчик, он очень хорошо помогает в работе. Конечно, он при глубине диалога больше двух. Он очень похож на робота, конечно на бота. Но если тщательно подойти к настройкам и заложить к нему побольше туда слов своих от себя, он настраивается, тогда будет в принципе все достаточно хорошо. Люди просто ленятся, не делают. Там есть какой-то заложенный минимальный функционал, они им пользуются, потом говорят, а чужие тут мои диалоги похожи на робота. Так нужно поработать над этим. Далее. Тут есть определенные шаблоны. То есть если вы заводите сразу группами аккаунты сюда, новые, то есть по этим шаблонам можно просто одним нажатием кнопки настроить заполнение этих аккаунтов. То есть усредненные данные у вас собраны, опять же с помощью этого бота. Вы просто нажимаете кнопку и он заполняет ваши аккаунты, интересы, там работа и прочее, прочее, прочее рандомно, исходя из имеющихся у него уже данных. Также сюда можно загрузить пакеты фотографий с парсинных, с других каких-то мест уже с помощью другого программного обеспечения и сделать себе очень много рабочих аккаунтов. Итак, перейдем к настройке постов, друзья. Посты настраиваются следующим образом. Добавить пост нажимаете, у вас выскакивает пустое окно поста. Я вам покажу, допустим, на примере вот поста Калиостро. Редактировать. Это я нажал. У вас вот такое окно пустое совсем откроется. Тут вы вносите сюда текст поста. Рекомендую внешние ссылки в текст поста не ставить, если этот пост будет поститься в других группах. Можно внутренние ссылки на ВКонтакте, на ваши стены, на стены ваших групп, на ваши посты и так далее. Любые внутренние ссылки запросто. Внешние ссылки тоже можно, но как бы некоторые админы групп на внешние ссылки плохо реагируют. Поэтому тут уже на ваш вкус сами смотрите. Я вам свои рекомендации дал. Сюда в прикрепленный контент вставляйте ссылку на фотографию ВК, которая размещена на вашей стене. А вот в описании к этой фотографии можете разместить все, что хотите. Внешнюю ссылку, 10 внешних ссылок, все, что хотите. Она уже на вашей стене висит. То есть человек нажал на эту фотографию, которая к посту прикреплена. И перешел уже, грубо говоря, в вашей фотографии. В описании прочитал все, что вы ему хотели сказать еще дополнительно. Рекомендую одну фотографию сюда вставлять. Ну максимум две, потому что он постит их сразу. То есть если вы три поставите, все три будут. Но они смотрятся гармонично, конечно. Но все-таки лучше, чтобы одна была. А вот текст рандомизировать можно. Обратите внимание, здесь справа есть образец рандомизированного текста. Как это выглядит? Вот так это выглядит. Редактировать. Смотрим. Обратите внимание, у меня слова-синонимы через вертикальный слэш, да, расположенный. Пожалуйста, каждый раз, каждый раз он постит разный текст. Вот случайно пять сообщений. Обратите внимание, сообщения на самом деле будут разными. Вы попробуйте поэкспериментирующей. Очень интересно это все выглядит. И ваш робот будет каждый раз выдавать новый текст. Далее. Добавили пост, нажали кнопку дальше, она сохранила ваш пост. И вы можете приступать уже к работе. все, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...